Существование Вселенной оказалось парадоксом. Международная группа физиков с рекордной точностью измерила энергию перехода позитрона в атоме антиводорода из основного в возбужденное состояние. Оказалось, что она соответствует таковое водорода, что исключает нарушение фундаментальной симметрии во Вселенной. ЦПТ-симметрия. Обнаружение отклонений в последней могло бы объяснить преобладание вещества над антивеществом. Статья ученых опубликована в журнале «Натуре». ЦПТ-симметрия подразумевает, что физические процессы в веществе протекают так же, как и в том случае, если все частицы заменить на античастицы, отразить их в зеркале и запустить время в обратном направлении. Согласно этой концепции, энергия перехода позитрона при поглощении двух фотонов с одного уровня на другой, 1С2С, должна быть равна энергии 1С2С перехода электрона в атоме водорода. В 2016 году удалось доказать равенство с точностью, больше, чем 2 части на 10-10. В новом эксперименте ученые коллаборации АЛТХА, ЦЕРН, изучили сверхтонкую структуру атома антиводорода, который образуется благодаря расщеплению энергетических уровней на несколько подуровней. Это происходит из-за особенностей взаимодействия магнитного момента позитрона с магнитным моментом антипротона. Поскольку антивещество при контакте с обычным веществом аннигилирует, для исследования была использована магнитная ловушка, в которую удалось поймать 20 атомов антиводорода. Атомы облучали электромагнитной радиацией, лазером или микроволнами, в результате чего в них происходил переход 1С2С, а сами они вырывались из ловушки и сталкивались со стенками аппарата и аннигилировали, рождая пионы. Последние регистрировались детектором. Оказалось, что форма спектральной линии и резонансная частота соответствовали таковым атомам водорода. Точность измерения составляла 2 части на 10-12, что на 2 порядка превышает прошлый результат. Как пишет издание СЦИНЦАЛЕРТ, небольшое нарушение ЦПТ-симметрии могло бы объяснить, почему существует вещество во Вселенной. Считается, что в момент зарождения последней в ней присутствовало одинаковое количество вещества и антивещества, которые должны были аннигилировать. Однако отклонение меньше, чем 2 триллионных, менее вероятно могло внести вклад в преобладание обычной материей. Такой результат сильно ограничивает применимость различных теорий, объясняющих этот парадокс. Больше важных новостей в Телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok